Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Ирина Синягина, и мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы обсуждаем болезни сердца. И гости нашего эфира – это главный врач Тверской областной клинической больницы Сергей Козлов. Здравствуйте! Здравствуйте! И заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Роберт Рабинович. Здравствуйте! Добрый день! Мы очень рады, что нашли время пообщаться с нами, ответить на вопросы наших телезрителей. Я думаю, будет их немало, поскольку, увы, но проблемы сердца сегодня, они, наверное, в самом топе. Сегодня жители Тверской области сильно страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. И вот хотелось бы нам узнать цифры. Насколько серьезная и острая эта проблема на сегодняшний день? Проблема болезни, связанная с сердечно-сосудистой системой, она, конечно, самая актуальная не только в Тверской области, но, наверное, и по всей Российской Федерации и вообще в мире. Самые большие цифры смертности, связанные с БСК, болезнь системы кровообращения. И, конечно, самая, наверное, сложная система оказания помощи. То есть она разносторонняя, многопрофильная и многоэтапная. И, конечно, одна областная больница, она не может решить все эти задачи, все эти проблемы. При отсутствии очень слабого первичного звена. Последние годы это ослабло первичное звено из-за кадровой недостаточности. Не только кардиологов, даже терапевтов участковых не хватает и в крупных городах, не говоря уже про районные центры, муниципальное образование, где всего 2-3 тысячи населения. Но и в крупных городах, таких как Ржев, нет участковой службы. Кто-то ушел в частные центры, кто-то погиб в пандемию. И, конечно, вот эта система распределения, которая была раньше и наполняла первичное звено, она сейчас не работает. Пытаемся ее восполнить с помощью целевых программ, но это, конечно, не всегда достаточно компенсирует. И недостаточно быстро, наверное, потому что нужно время. Конечно, очень много из системы здравоохранения ушло таких опытных врачей. Это связано с ковидом, который мы перенесли в последние годы. Много потеряли кардиологов, участковых врачей, врачей общей практики, которые... Кто-то погиб, кто-то ушел просто из профессии в связи с заболеваниями. Но сейчас федеральная программа, посвященная болезням с темой кровообращения, она продолжается. Министерство Российской Федерации и правительство, оно, конечно, выделяет большие средства. И сейчас будут дальше вноситься эти средства на закупку оборудования, на подготовку кадров, на закупку лекарств, которые обеспечиваются кардиологических больных совершенно бесплатно, которые прошли через лечение с инфарктом или инсультом. То есть государством, конечно, делается очень много. И нашим Российским, и Российской Федерации, и в субъекте тоже много делается. Но, конечно, проблемы еще остаются. И это связано, конечно, с тем, что не хватает кадровых ресурсов. И смертность, конечно, 800 человек на 100 тысяч. Это достаточно большие цифры. И мы, конечно, должны половину уменьшить. Они такие цифры приблизительно везде, на всей территории Российской Федерации. Поэтому задача, она такая общая для страны. А вот сказался ли, как-то ковид на сегодняшнем состоянии здоровья нашего населения, повлияло ли это заболевание именно на сердечно-сосудистую систему человека? Ну, если смотреть непосредственно на тот период, когда пандемия бушевала, то в этот момент, конечно, изменилась и структура заболеваний. И существенно выросла общая смертность. Выросла смертность от болезни системы кровообращения. Мы до ковида наблюдали явное снижение за счет тех программ, которые реализовывались в предыдущие годы. Пандемия разрушила очень много связей. То, что Сергей Евгеньевич озвучил, она, по сути, спровоцировала очень тяжелый кадровый дефицит. И проблемы маршрутизации и стационарных амбулаторных пациентов, они, к сожалению, мы это наблюдали. Если же говорить о том, остались ли какие-то последствия, то сейчас пациентов с так называемым постковидным синдромом мы практически не наблюдаем. Наверное, это было актуально в 2021-2022 году, может быть, еще частично в 2023 году. Сейчас это, может быть, единичные пациенты, у которых сформировались те или иные осложнения. Легочные осложнения и кардиальные осложнения. Поэтому сказать, что есть какой-то отсроченный эффект, который изменил бы структуру болезней, это мы не видим. Непосредственно в период пандемии мы такое наблюдали. А вообще, какие самые распространенные болезни сердца сегодня встречаются у населения? Самая распространенная – это артериальная гипертензия. Во многих странах вообще она не рассматривается даже как заболевание, скорее как фактор риска. У нас это отдельная нозология, то есть отдельное заболевание, имеющее свой код в МКБ-10, в международной классификации болезней 10-го пересмотра. И это один из важнейших факторов риска, который определяет те проблемы атеросклеротических заболеваний, которые мы наблюдаем. Помимо этого, одним из наиболее распространенных заболеваний является ишемическая болезнь сердца. И в структуре смертности это одна из важнейших причин. Это и острые формы, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, и хронические формы, то есть это пациенты с стенокардией, это хроническая коронарная недостаточность по-другому, и пациенты с постинфарктным кардиосклерозом. Также достаточно существенный вклад в смертность от болезни системы кровообращения вносят церебровоскулярные заболевания. Смертность от инсульта по-прежнему остается на высоком уровне, хотя за счет открытия сосудистых центров удалось ее снизить. Тем не менее, инсульты, это достаточно существенный вклад они вносят в смертность и в инвалидизацию, сокращение продолжительности жизни. Нарушение ритма, вот еще один важный тоже фактор. Фибрилляция предсердий, тоже достаточно важная нозология, по-другому ее называют мерцательной аритмией, состояние, при котором мы очень часто видим развитие сердечной недостаточности. И фибрилляция предсердий является одним из важных факторов, по сути, причин ишемических инсультов. Поэтому решение проблемы вот этих групп, да, позволит нам, групп заболеваний, позволит существенно сократить смертность от болезни системы кровообращения, а это повлечет за собой уже снижение общей смертности. Мы сейчас уходим на небольшую паузу и вернемся буквально через несколько секунд. В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы обсуждаем заболевания сердца. Сергей Евгеньевич, на территории нашего региона, да, активно развивается федеральная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот расскажите о ней подробнее, как она вот работает именно на практике. Ну, эта программа начала работу с 2010 года. В 2010 году было выделено основные средства на закупку оборудования, на открытие отделений, где вот осуществляется борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прежде всего, это борьба с инсультами и борьба с ОКС. Это инфаркты, вот, и все состояния связаны с острым коронарным синдромом. Было закуплено оборудование, были набраны штаты и реанимации, дополнительные койки. И набрали кардиологов. Вот тогда у нас Роберт Михайлович стал заведовать и возглавил этот центр. И я считаю, что ту систему, которую мы выстроили, а мы ее как бы выстроили на базе областной больницы, и у нас был диспетчерский центр, который регулировал поступление всех больных, который вызывает скорую помощь или сами куда-то обращаются. И он до сих пор работает и помогает нам вести так называемую сортировку пациентов, начиная от встречи фельдшера или врача скорой помощи с пациентом на дому. То есть мы предоставили возможности любому врачу или фельдшеру скорой помощи сразу же проводить высококвалифицированные консультации, так называемые. Сейчас это уже телемедицинская, до этого это было обычное телефонное, где мы смотрели КГ прямо у постели больного. И вот эта программа позволила нам очень серьезно снизить и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и вовремя оказывать помощь. И самое главное то, что вот эта помощь, она стала вовремя. То есть самое главное, чтобы после инфаркта человек чувствовал себя полноценным. И качество жизни имеет огромное значение. Если раньше, когда не было вот этих эндоваскулярных вмешательств, и сосуд не открывался или открывался достаточно поздно, то потом люди страдали сердечной недостаточностью хронической. Вот сейчас вот эта технология новая с открытием отделения эндоваскулярной хирургии нам позволяет вовремя поставить стенд, открыть сосуд, убрать тромб. И человек уже после инфаркта на третьи сутки уже может двигаться, потом проходит реабилитацию, и они многие становятся в строй, даже многие не получают такую инвалидность. Высокотехнологичные операции, да? На секундочку, у вас прерву, у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Наталья, город Сверь. Скажите, пожалуйста, может ли длительный кашель указывать на проблемы с сердцем? Это первый вопрос. На к тебе. И второй вопрос, какие факторы в большей степени влияют на сердце, на следственность или образ жизни, привычки, питание и так далее? Спасибо. Спасибо, Наталья. Это лучше доктор, кардиолог. Да, ну, вы знаете, кашель, конечно, может указывать на заболевание сердца. В частности, это может быть проявлением хронической сердечной недостаточности, особенно в ситуации, когда кашель возникает именно по ночам и в положении лёжа, да, при переходе в горизонтальное положение у пациентов со скомпрометированным сердцем, с проблемами с сердечным выбросом, да, может повышаться давление в сосудах лёгких в положении лёжа, да, и это может, ну, таким образом может протекать декомпенсация хронической сердечной недостаточности. Поэтому, ну, в любом случае, да, мы смотрим ведь не только на кашель, а с чем ассоциируется этот симптом. Я вот в очередной раз просто хотел бы сказать, что ни в коем случае не надо пытаться исключить или, там, поставить себе диагноз самостоятельно. Нужно обратиться к врачу-терапевту, да, будет проведён соответствующий опрос. Вообще, в целом, в кардиологии примерно 70% диагноза, да, это опрос пациента. Да, если опрос проведён качественно, да, соответственно, будет уже понятно, в каком направлении необходимо двигаться дальше, да, то есть, скорее всего, да, вот чаще всего кашель – это, конечно, некардиальная жалоба, вот, но исключить здесь, да, заболевание сердца необходимо. В любом случае, надо обратиться к специалисту, который уже примет решение, требуется ли какое-то дополнительное обследование. Так, и второй вопрос. Про наследственность. Да, по поводу факторов риска. Ну, надо сказать, что наследственность – крайне важный фактор. Другое дело, что есть ситуации, которые, скажем так, могут наследоваться, вот есть такое понятие, аутосонно-доминантный тип наследования, да, когда от родителей ребёнку в обязательном порядке передаст мутировавший ген, таким образом, что, ну, по сути, уже будет как бы определенная, да, определенная, скажем так, генетическая предрасположенность к тому, чтобы развилось то или иное заболевание, да, например, различные формы кардиопатии, да, или семейная, там, наследственная гиперхолестериномия. С другой стороны, да, есть такие формы наследования, которые не проявляются обязательно, но в целом, как бы, передаётся некий набор генов, который может себя проявить, может себя не проявить. В целом, надо просто говорить о чём? О том, что наследственность – это то, что мы не можем модифицировать, мы не можем это никак поменять, да, вот образ жизни – это как раз то, что вот мы можем изменить, и, соответственно, те факторы риска, которые ассоциируются с развитием атеросклеротических заболеваний, да, вот они управляемы во многом, да, скажем, это артериальная гипертензия, это курение, это определённая диета, это физическая активность, избыточная масса тела, то есть все вот эти вещи, так или иначе мы можем ими управлять, да, и, соответственно, минимизировать, конечно, не свести к нулю, но минимизировать риск развития тех состояний, которые у нас определяют высокий уровень смертности. То есть важно просто вести здоровый образ жизни, ну, конечно, наблюдаться, да? Мы знаем, что… Да, и здоровый образ жизни – это, конечно, основной фактор, да, который предопределяет последующие долголетия. Вообще, в целом, если посмотреть на 90-летних, там, и 100-летних наших пациентов, к нам такие попадают, то обычно это люди, у которых, ну, они действительно вели здоровый образ жизни. То есть это те лица, кто и не курил, да, и занимался всю свою жизнь физическим трудом, во всяком случае контролировал, да, свою физическую активность, не чурался физического труда, да, и, ну, избегал каких-то вот, да, воздействий, которые… Вредных привычек. Ну, вредных привычек, да, правильно сказать. У нас опять звонок. Здравствуйте, говорите, задавайте свой вопрос. Вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день, Сергей Евгеньевич. Во-первых, очень приятно, что есть возможность задать вопрос лично вам, и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас и весь коллектив областной больницы. Очень изменилась больница за последние годы, квалифицированный персонал, достойное оборудование, поэтому спасибо вам огромное за вот эту вот положительную динамику. И мой вопрос, Сергей Евгеньевич, есть такое понятие в спортивной медицине, как спортивное сердце. Скажите, действительно ли некоторые виды спорта при постоянной нагрузке оказывают, наоборот, неблагоприятное воздействие, а наоборот? Если это так, то скажите, какие виды спорта опасны для сердца, а что наиболее полезно? Я, например, сам велосипедист, и в летний период проезжаю порядка 200-300 километров в месяц, порядка тысячу километров за сезон. И, если позволите, второй вопрос, не знаю, задавали раньше или нет его, про кофе. Вот скажите, столько много сейчас информации, сколько норма чашек кофе в день можно пить безболезненно для организма? Спасибо большое. Спасибо вам за вопросы. Спасибо большое за оценку работы нашей больницы. Очень приятно это слушать, потому что действительно коллектив у нас достойный и работает очень профессионально. Но, наверное, второй вопрос попроще по кофе. Наверное, если это настоящий кофе, арабика, свареный, не какой-нибудь там сублимированный продукт, то это полезно. И многие сейчас считают, что выпитая каждый день кружка кофе, она снижает количество рака в популяции. То есть человек проводит и профилактику рака. Ну, данные, конечно, не стопроцентные, но, тем не менее, я считаю, кофе очень полезно. А по первому вопросу, сейчас, если говорить про физкультуру или массовый спорт, который не требует больших достижений, наверное, это все-таки полезно. И та физическая активность, которой вы занимаетесь, она, во-первых, для вашего организма очень полезна, полезна для общества, потому что уводит людей, их активность в такую нормальную среду, агрессивной. И надо просто избегать вот этих сверхнагрузок, которые требуются в современный спорт, который изнашивает и миокард. Питание вот это, которое сейчас спортивное, под видом спортивного питания завозят сюда из Америки, тоже, я считаю, что кроме вреда ничего не приносит. И мы видим вот этих ребят, которые накачивают свою сердечную мышцу, мышцы скелетной мускулатуры, и видно, что они уже совершенно нездоровые люди. То есть та физкультура и массовый спорт, который был в советское время, я считаю, что очень полезна. И им надо заниматься, и это профилактика от многих ваших бед, и тем не менее, тем более от сердечных заболеваний. Но все должно быть дозировано и без перегрузок. Если вы занимаетесь велосипедным спортом, не надо чрезмерные нагрузки давать на свой организм. И они должны быть, конечно, под присмотром какого-нибудь тренера или опытного человека, который с этим связан. Ну, надеюсь, я вот что мог, вам ответил. Я могу добавить. Давайте. Ну, должен сказать еще, что даже, вы знаете, уже порядка 20 лет назад в руководствах поведения у пациентов с инфарктом было сказано, что будет совершенно безопасно дать пациенту в первые сутки инфаркт чашку кофе. Это, в принципе, не возбраняется. В целом, 2-3 чашки кофе в день – это абсолютно нормально, и это не повлечет за собой никаких проблем. Вот, есть индивидуальная непереносимость кофе. У некоторых лиц возникает повышение артериального давления, учащение пульса, но это все-таки относительно нечасто, да, это просто, по сути, речь идет об индивидуальной непереносимости. А по физической нагрузке я бы добавил еще тоже, что вот есть такое понятие изометрическая или анаэробная нагрузка с поднятием тяжести, когда вовлекается только одна группа мышц, да, вот это, ну, скажем, занятие тяжелой атлетикой, и реакция сердечно-сосудистой системы на такую нагрузку, она диспропорциональна. То есть, когда мы начинаем, скажем, ездить на велосипеде или бегать, да, то прирост пульса и небольшой прирост артериального давления, он все-таки является таким постепенным, да. А когда мы начинаем сразу поднимать там какие-то тяжести, там, грубо говоря, качаться, то это может за собой повлечь сразу какие-то, да, эксцессы, там, нестабильность коронарной бляшки и так далее у тех лиц, у которых уже есть скрытый атеросклероз, да. То есть, анаболики. Вот, ну, в том числе, да. Поэтому, наоборот, 40 минут аэробной нагрузки, велосипед в день – это норма, да. Ну, нужно проходить хотя бы 6 километров в сутки, вот, и 40-минутная вот такая аэробная физическая активность. Вот это здоровье. А вот скажите, вот, чтобы человеку себя чувствовать, вот, если со мной что-то не так, на что надо обратить внимание и задуматься? Мне надо проверить сердце. Ну, на самом деле, симптомов, да, каких-то жалоб специфических для тех или иных состояний относительно немного, да. В первую очередь, надо, конечно, обратить внимание на ситуацию, когда пациент по какой-то причине перестаёт переносить физическую нагрузку, да, начинает уставать, испытывает одышку при привычной до этого физической нагрузке. Это может говорить о развитии, там, сердечной недостаточности, каких-то скрытых проблем. Поэтому просто, да, если человек начинает понимать, что у него вроде бы нет ничего острого, но как-то прогрессирует усталость, утомляемость, невозможность выполнять те виды деятельности, которые он раньше спокойно, да, вот, осваивал, вот, это повод обратиться к врачу, опять же, терапевту, который при расспросе поймёт, что делать дальше. Надо ли, скажем, показывать кардиологу, нужно ли здесь делать, там, эхокардиографию, оценивать функцию сердца и так далее. Давайте немножко прервёмся, продолжим. У нас опять звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Моей маме 84 года, и у ней очень часто бывает очень высокий пульс, доход даже 130-135. Что нам делать в таких случаях? Спасибо. Вести к доктору. Доктор определял уже. Причин-то много, может быть. В любом случае, да, это ситуация, когда, как я понимаю, есть некое нарушение сердечного ритма. В такой ситуации обычно, если это не удаётся поймать на обычной электрокардиограмме, требуется суточный мониторинг электрокардиограммы. Да, но решение о необходимости мониторирования всё-таки должен принять врач. Поэтому первоначально должен быть проведён полноценный опрос, да, и обучение пациента, как он должен, что он должен делать во время этого суточного мониторирования, да. Потому что можно проходить тоже несколько дней, и эту аритмию не поймать, и, соответственно, опять же, диагноз не будет поставлен, не будет назначено лечение. Поэтому обязательно к врачу-терапевту, скорее всего, здесь понадобится потом консультация кардиолога и выполнение холтеровского мониторирования, суточного мониторирования КГ. То есть здесь же, опять же, важно вовремя проходить деспонсоризацию, о чём мы всегда говорим, да? Телефон очень сложно, ну или вот в эфире сложно давать рекомендации, потому что мы пациента не видим и не знаем, на самом деле, что с ним происходит, только со слов родственников. Конечно, надо знать, чтобы врач сейчас осмотрел этого пациента. Деспонсоризация – это немножко другое, это то, что направлено, это, по сути, скрининг для относительно здоровых лиц. То есть это массовое выполнение тех или иных каких-то мероприятий, которые должны выявить достаточно существенные грубые отклонения. А здесь просто речь идёт о том, что у нас очень часто пациенты ждут до последнего, надеясь, что всё пройдёт. Сергей Евгеньевич, Тверская областная клиническая больница – это уникальное медицинское учреждение, к вам стремятся многие, но многие не знают, что туда можно и реально попасть. Вот расскажите о вашей структуре работы, насколько она многогранна и доступна сегодня жителям нашего региона. Она как раз построена по той стреми, чтобы она была доступна. К нам доступны те, которые должны к нам попадать. То есть если на первичном осмотре выявляется подъём КГ, подъём СТ, и там необходимо срочное стентирование, срочная операция эндоваскулярная, тогда этот пациент сразу едет уже в областную больницу. Неважно, где он живёт, откуда он, какой возраст, всё для него это уже показания для госпитализации в областную больницу. Мы, к сожалению, сейчас только единственное учреждение, которое выполняет вот эти чрезкожные вмешательства, которое, в принципе, открывает тот сосуд, который поражён при инфаркте. Делаем мы где-то порядка больше трёх тысяч этих операций. Из областных больниц Центрального федерального округа, наверное, больше нас никто не делает. И, конечно, ждём, когда такие центры будут открываться. Вот сейчас открывается в Ржеве, который будет нам помогать, часть возьмёт на себя. Разгрузит. Разгрузит. Ведь тут важна ещё скорость доставки. То есть сто из тех западных областей, конечно, в Ржеве будет легче, быстрее довезти. И тут имеет значение вот этот дверь-баллон. То есть до операции должно пройти не больше двух часов. Тогда ревоскулиризация будет эффективна. И больной будет рассчитывать, что у него будет без таких серьёзных последствий. Потом мы организовали в больнице операцию на сердце. Тоже в 2010 году мы закрыли эту тему. Нам тоже за счёт федеральных средств было закуплено оборудование для аорто-коронарного, шунтирования, для операции на клапанной системе сердца. Первую операцию нам в то время организовал Бакерия в институте Бакулева. Потом уже мы обучили своих специалистов. И это уже на общем потоке идёт операция больше 14 лет. Это достаточно серьёзное подспорье. И многие пациенты получают этот вид помощи тоже у нас в областной больнице. Для этого не надо ехать, оперироваться на открытый операцию сердца и делать в Москве. Всё делается здесь. Но, к сожалению, конечно, областная больница, она одна в этом направлении. И нам требуются какие-то всё-таки помощники. Если у нас ещё откроются два центра по черезкожным вмешательствам для стентирования и для коронарографии, конечно, эта помощь будет ещё более доступна. И пациенты будут попадать уже на операционный стол в более ранние сроки. А так, конечно, сейчас на сегодняшний день и ресурсы есть, и врачи есть, и оборудование есть. Ну, конечно, работаем в таком достаточно жёстком режиме. У нас опять звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня довольно длинный вопрос, но я очень хочу, чтобы вы на него мне дали ответ. В общем, у меня недавно случилась такая неприятная ситуация. Мне 30 лет, если что. Неприятная ситуация. Очень сильно начало болеть в груди. Через несколько дней это... Ну, оно прошло, и через несколько дней повторилось снова. И так было раза 3-4. Как думаете, мне стоит ли сходить провериться, и что это вообще может быть? Спасибо вам. Вам обязательно надо было вызвать скорую помощь ещё в тот день, когда у вас всё это случилось впервые. Поэтому вообще боль в груди – важнейший симптом. У нас просто была рекламная пауза, я о боли в груди не сказал. Но это как раз вот та история, когда наши пациенты, вот и вы, в частности, повторили ту же самую ошибку. Вы, наверное, подумали, что это точно не заболевание сердца, или, скорее всего, нет, или, скорее всего, пройдёт. Вот это ответы наших пациентов, которые лежат у нас в реанимации, когда задаёшь вопрос, почему ты не вызвал скорую помощь с самого начала. Думал, что пройдёт, или думал, что это что-то другое. Поэтому мы сейчас, беседуя с вами, не можем ответить на вопрос, чем вы заболели и заболели ли вы вообще. Но для того, чтобы снизить риски любых проблем, вам надо сделать электрокардиограмму. Это должен был сделать фельдшер или врач скорой помощи. Передать эту ЭКГ к нам в дистанционный центр, который у нас круглосуточно работает. Соответственно, было бы принято решение о том, что вас необходимо госпитализировать, или действительно, может быть, боль в груди у вас никак не связана с заболеваниями сердца. Это может быть просто банальный остеохондроз, или межрёберная невралгия, или что-то такое. Но в большинстве случаев боль в груди требует направление как минимум в первичный сосудистый центр, где будет проведена так называемая стратификация риска. То есть у вас посмотрят биомаркеры повреждения миокарда, тропонина, вам сделают ещё одну-вторую электрокардиограмму, вас осмотрит врач-кардиолог, будет сделана эхокардиография. И уже вот этот комплекс данных позволит сказать, что у вас, скажем, всё хорошо, и вас можно отпустить домой на следующий день или, может быть, через несколько дней. Возможно, потребуется дообследование, это, скажем, нагрузочное тестирование, компьютерная томография коронарных артерий. Бывают ситуации, когда на первой электрокардиограмме мы сразу видим, что есть проявление тромбоза коронарной артерии. Такого пациента наш дистанционный центр сразу маршрутизирует в областную клиническую больницу, и, соответственно, будет установлен стенд. И таким образом инфаркт миокарда будет по своим размерам существенно меньше, чем это было бы при естественном течении заболевания. Поэтому в любом случае вам надо обратиться в врачу сейчас как можно скорее. Не надо затягивать, надо это сделать быстро. Роберт Михайлович, давайте всё-таки поговорим о тех, кто уже имеет диагноз какой-либо из болезни сердца. Расскажите про реабилитацию. Насколько она возможна и поможет человеку жить полноценной жизнью после того, как он перенёс достаточно серьёзную болезнь? Вы знаете, если мы говорим о реабилитации именно при заболеваниях сердца, а не у пациентов после инсульта, то здесь сама физическая реабилитация, она несколько, скажем так, не на первом месте. То есть многим пациентам после тяжёлого инфаркта действительно необходима физическая реабилитация. Это проведение комплекса лечебной физкультуры, возврат к каким-то лёгким физическим нагрузкам и так далее. Но в понятии реабилитации в большей степени вкладывается именно обучение пациента, что с ним произошло и что необходимо сделать, чтобы заболевание не повторилось или чтобы не прогрессировала сердечная недостаточность. Очень важно, чтобы соблюдался приём лекарственных препаратов, который прописан в описном эпикризе. И это позволит минимизировать риски последующих сердечно-сосудистых катастроф. Я знаю, в Тверской областной больнице ведётся такая работа с пациентами, которые принесли, допустим, инфаркт, профилактика тромбоза и последствий инфаркта. Более того, сейчас во всей стране реализована программа льготного лекарственного обеспечения. И пациент, переживший острый инфаркт миокарда или пациент, которому был установлен стенд по поводу хронической ишемической болезни сердца или по поводу инфаркта миокарда, пациенты после открытых операций на сердце могут получать бесплатные льготные лекарственные препараты, которые, по факту, могут оказаться весьма дорогостоящими в течение двух лет. Здесь очень важно, чтобы те пациенты, которым был установлен стенд, не пропускали приём лекарств буквально ни на один день, потому что эта металлическая конструкция, которая стоит, этот металлический каркас, который стоит внутри сосуда, может тромбироваться при перерыве в приёме лекарственных препаратов буквально на один день. Поэтому сейчас созданы все условия, и пациент, который выписывается от нас, в этот же день проходит, по сути, амбулаторный приём в областной клинической больнице и получает первый пакет лекарственных препаратов на три месяца непосредственно в областной клинической больнице. То же самое, на самом деле, реализовано и в первичных сосудистых центрах, где также оказывают помощь пациентам с острым инфарктом, с острым коронарным синдромом в Тверской области. Очень важно, чтобы вот эти пациенты в течение трёх дней встали на диспансерный учёт. Вот здесь, к сожалению, с одной стороны, наши пациенты сразу обеспечиваются лекарственными препаратами, но у них исчезает мотив после этого посетить кардиодиспансеры. И те, кто уезжают в отдалённые районы, очень часто прекращают приём лекарственных препаратов через три месяца. То есть здесь вот такой самообман возникает, что у человека нет никаких симптомов после стентирования. Я поправился. Да, у меня всё хорошо. Человек опять возвращает ту же модель поведения, которая у него была, начинает опять курить. И тем более, внезапная отмена лекарственных препаратов происходит после окончания вот этого трёхмесячного курса. И, соответственно, там возникает повторное событие. Очень важно встать на учёт в кардиодиспансере. Ну, если нет такой возможности, хотя бы показаться участковому терапевту по месту жительства. Это хотя бы самый минимум, который надо сделать. Но в идеале это областной клинический кардиологический диспансер. Ну, как известно, болезнь легче всегда предупредить, чем потом долго лечиться. Вот большое внимание уделено именно профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диспансеризации. Мы знаем, что в Тверской областной больнице программа диспансеризации ведётся, если не ошибаюсь, с 2023 года. Правильно? С 2023 года мы тоже вступили в эту, как говорится, работу. Активно выезжаем, помогаем районам и в Твери, и в Тверской области. У нас бригада создана, которая проводит вот эту всю диспансеризацию. Мало того, мы ещё и проводим диспансеризацию участников СВО. То есть централизованно. Практически сейчас всех, кто приходит к нам, всех диспансеризирует областная больница. Для этого у нас есть все ресурсы, и эффективно проводится всё это. Ну и выявляется, достаточно много выявляется пациентов, которые жили, не думали, что они здоровые, а у них появляются какие-то маркеры каких-то заболеваний, которые уже потом в дальнейшем проходят более углублённые обследования в областной больнице. То есть мы выявляем как первичное звено и тут же на себя забираем, чтобы провести диагностику и оказать специализированную помощь. А вот с какого примерно возраста, мы знаем, что болезни же, они все молодеют, то есть сердечно-сосудистые в том числе, вот с какого возраста стоит к себе прислушиваться и проверяться женщинам и мужчинам? Какие есть рекомендации на этот счёт? Ну вообще с 30 лет надо уже начинать. Если нет никаких симптомов, всё равно надо уже показываться и проходить диспансеризацию. Если есть какие-то симптомы или какие-то признаки заболевания, то это не имеет значения, с какого возраста. Надо бежать и, конечно, решать все свои проблемы со здоровьем именно с врачом и не заниматься самодиагностикой. Потому что она может привести к непоправимым и запущенным заболеваниям. Вот есть такой миф, что мужчины чаще умирают от инфаркта. Вот правда это или нет? Да, это правда. Мужчины заболевают инфарктом чаще. Раньше по возрасту. Но женщины, они заболевают позже и болеют тяжелее. Больше осложнений. Структура этих осложнений, она тоже такая не на стороне женщин в этом плане. Ирина, я бы по поводу прислушивания к себе хотел бы сказать, что крайне важно, чтобы у нас на самом деле формирование здорового образа жизни происходило в школе. Симптомы инфаркта миокарда должен знать школьник. Если человек в школе это узнал, значит в 40, в 50, в 80 лет он будет это знать. И спасет свою бабушку. Да, он и бабушку спасет, и уже будет знать, когда у него, если вдруг это произойдет, он будет знать, что это может быть. У нас, к сожалению, до сих пор нет отдельного такого предмета, который... Ну, я помню, что у меня в школе отчасти мы проходили, это что-то у нас было по медицине, какая-то дисциплина, какой-то факультатив в школе был. Вот. И важно то, что, ведь, понимаете, если человек в юношестве не сформировал, да, такой профилактический тип поведения, то в дальнейшем мы будем говорить только о том, что у человека возникает уже, как бы он должен перестроиться резко, да, и это должно произойти уже по факту случившегося заболевания. Очень важно, чтобы заболевания не наступали, или если они наступают, они наступали намного позже, да, потому что вот то, чем занимается все-таки именно медицина, а не профилактика, да, это лечение уже состоявшихся заболеваний. А нам очень важно, чтобы вот наши граждане, да, вот они, ну, скажем так, существенно снизили нагрузку на здравоохранение, и это даст максимальный эффект, именно первичная профилактика. Вот то, о чем мы говорим с пациентом, который пережил инфаркт, по большому счету, вот мы все должны делать то же самое до инфаркта, чтобы его не случилось. Потому что у нас сейчас плохо работает первичное звено, которое, основная задача ведь всех первичных организаций медицинских, это профилактика. То, что сейчас у нас не хватает. Да, поэтому и мы подключились силами областной больницы к диспансеризации, потому что, конечно, сложно теми ресурсами, которые есть сейчас в первичном звене, выполнить вот эту диспансеризацию, которая требует, чтобы не меньше 60% населения прошло ее. Ну, я думаю, народ нас слышит, люди нас слышат, зрители нас слышат. Спасибо большое вам за то, что ответили на наши, на мои вопросы, на вопросы наших телезрителей. Я напомню, что мы сегодня обсуждали болезни сердца. В гостях у нас был главный врач Тверской областной клинической больницы Сергей Козлов и заведующий кардиологическим отделением Палаты реанимации и интенсивной терапии Роберт Рабинович. Спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Но я думаю, мы еще увидимся. Всего вам хорошего, наши телезрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова